Здравствуйте, друзья! Чистый экспромт. 14 июля, ровно середина лета, на улице плюс 30. Завтра обещают 37, значит будет 40. Пока отсижу из дома, под кондиционером в бывшем наличии помирают от жары и при остатках сознания пытаются вам что-то донести. Вот последние письма. Одно из них. Смотрите, это сейчас маленькая положительная новость. Вот это вот зимний ролик. Смотрите. Сейчас это называется абрикос. Возможно, вторая фотография ему будут держать. Самое интересное, я сейчас понятия не имею. Так получилось, что нет сил даже искать этого человека. Смотрим. Пора и снега видели. Почва не замерзла. Видели? Абрикосов это ужас. Посмотрели? Дальше вы догадались. Что тут догадываться-то? Раскопал, раскопал. Спасает абрикос. Результат здесь вот оно. Больше информации тут нет. 24 грамма 37 сотых. Это, он пишет, первый урожай. Был бы это сын Мазурса, он был бы получше, покрупнее, лучше, красивее. Даже так. Но, это удача из удачи. Почему? Предыдущая фотография. Это я называю фильм ужаса. Вот это вот. Значит, выводы делаем такие. Мне очень неудобно перед некоторыми классиками. Те, кого не обережь определенных успехов, но прошли через такие тернии, что я когда смотрел их исповеди, в виде главкниг, в виде отдельных статей, заметив, фамилии не называю, неудобно, страшно. Почему? Человек рассказывает о испытании нескольких тысяч косточек, которые довели до состояния саженцев. Потом эти саженцы были, эти саженцы были, как бы это сказать-то. В общем, они погибли, кроме трех, там, цифры страшные называли. Допустим, тысячи, а вышло три. И прошло какое-то время, я эти три тоже умею. Ну, тут уж, не дать, не взять. Вот с этого начинали многие. Прошли огромный тернистый путь. Вот. А мой ученик, одну из проблем, решил вот так. Поняли, да? Вот. Теперь, ну, что там говорить-то, и так понятно, да? Теперь, значит, поздравляю этого человека с тем, что он добился определенного успеха. То есть, вот они, эти, самые, первый плод. Ну, наверное, хоть там снегу больше у меня, но, наверное, там теплее. Иначе бы у меня еще они совершенно зеленые, близко не собираются ползоносить. Размер у них еще. У моих тех же молодежи, вот такого, как, ну, вот такие, вот, как этот новый. Поняли, значит, там, где живет человек теплее. К нему обращаюсь, наверное, как он видит этот фильм. И вспомнит, кто он, что он. Мне проще было бы напрямую к нему обратиться. Это же пришло по WhatsApp. Вот, ну, пока обращаюсь вот таким вот образом. Вторая, вторая, вторая. Значит, вот это вот я вышел в ветки на укоренение. Ну, человек этим занимается. Давайте прощем письмо. Посылку получил. Почти опроса продачи. В веточки положил пока в воду, пусть придут в себя. За коллекцию костик тоже огромное спасибо. Ну, про костик я делаю разговаривать когда-нибудь. А что касается веточек, вот. Я вот так подумал, подумал. И сказал себе, давайте я покажу всем. Почему? Итак, в понедельник была отправлена посылка. В понедельник я проводил вебинар. Это было 10. Ага, 10. Значит, 13-го веточки уже были у него в воде. Вот, поэтому он и написал. Почта просто продачит. Ну, что, друзья. Теперь я буду очень-очень, молит Бога, чтобы у него все получилось. Вот, когда они ничего за два-три ночи в тепле, я с ними ничего не могло случиться. Будем надеяться на положительный результат, на укоренение. Укоренение мы уже с вами изучали. Вот такой небольшой фильм. Вот, пока это последнее, что мы с вами удали, чтобы у меня творится в моей кухне. Вот, и раз уж давайте еще пару минут, раз уж я показал вам эти же самые. Вот они с этого дерева были срезаны. Вот, с этого. Видите, здесь практически все не видно. Оно что в плодах. Это мой единственный, самый ростойкий в мире. Самый ростойкий в мире, что уходит. Я пытался спасать плоды, но они там выше, их не видно. Там на верхушках все улеплено им. Вот эти ветки я отвязал для вас. Вот. Теперь, что еще вам показать. Ну, что касается, опять же, я вернусь к теме. Вы видели банджорский абрикосик. А вот это сыновья банджорского абрикосика. Они усырели именно потому, что расчетина близкого, присолил круги. Ну, тысячи, их было стерпо с лица земли. Мотокосой. Видите? Вот таким образом. Вот, видите? Это все было уничтожено мотокосой. А вот это вот осталось. И где-то рублей по 300. Моя племянница. Кто не поленится заказать сразу из десяток. И сразу осенью будет отправлять посылками. Это то, что гарантирует, если еще раз, ребята, еще раз. Если вот эта вот такая простая вещь. И так получилось, что почему-то не все, не все, не все знают, что... Самый главный враг. Вот. Это и самый главный враг. Как получилось, что, не знаю, этого, огромное количество ученых, асписалок, без помощи есть. Вот. Не растут у нас с абрикосами. А этот чек, не знаю, в данном случае, ни имени, ни фамилия. Вся переписка. Вот, другой нет. Вот. Все. Вот. Вот нет и нет. Вот это все. Значит, я хочу, чтобы вы отдавали себя отчетом. Чтобы вырастить проще важное репо. Вот. Ну и еще. Очень трудно вырастить из косточек. И даже это не каждому дано. Ну, если уроклассики советовали закапывать косточки на 3, 5, 5, 6, 6, 7 и даже 10 сантиметров. Значит, эти классики, они же, добившие шишки, они только горе потерпели, что и даже и не поняли, и их ученики не поняли, что косточки закапывать, это хоронить с небольшой задержкой. Вот. А второй вариант с хорошим, знаете, чем? А вот, если они... Сейчас вам покажу. Сейчас вам покажу грядку Сергея Жилина. Ну, да. Сейчас, 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 сейчас. Вот эту. Вот, Сергей, это целиком бит на питомник. Вот, вот видите, какое, сколько их. И вот, если это вырастает, да, хотя бы до одного года, и вы уже потом, когда берете в сажене, держите в руках, вы уже видите, что корни красноватого цвета, а штаб крестеватого практически есть четкая граница. И когда вы по этой границе посадите, у вас никогда не случится заболевание за счет закапывания корневой шейки. Вот это вторая, еще раз, закапывать семена, кроме символического, это первая смерть, то, что выжило, умрет потом, когда вы будете садить и закопаете корневую шейку. Это вторая смерть. Ну, а насчет издевательств над деревьями, которые якобы, на всей планете ни одного правильного нет. По крайней мере, тысячи специалистов, я бы не прошли мимо ни одного из них. Тысячи. Это те, которые только на слуху, на виду. Вот. Не нашли ни одного целого дерева, чтобы подойти и сказать, вот оно нормально. Нет, это все не. Все не нормально. Вот этот третий палец загибает. Итак, правильная посадка, правильная пересадка. Вот. И берите готовую. Давай сказать вам напрямую ее номер телефона. Почему бы и нет? Она становится чеком публичным. Публичным. Сейчас. А на пробу. Может кто-нибудь ей позвонит, чуть ли не сразу, увидев этот самый. 8, 983, 271, 37, 68. 8, 983, 271, 37, 68. Кто-то, кто позволит, должен сказать, она еще сама не знает, что я раскручиваю. Вот. И вот ее саженцы. А вот наша героиня. На этом она пересеком занимается. Вот. А вот это ее, то, чем она будет торговать. Сейчас еще раз покажу. Вот эти вот. Это самосев. А самосев это самые мощные, самые относливые ставятся на свете. Пусть они не достигнут высоты метр. Вот. Я ей рекомендую начать. 300 рублей. Вначале хотели 700. Но боюсь, не потянут люди. А так 300, 500. Может быть первые. Двое, трое. 300 для затратки. Но надо не один-два заказывать. Это очень сложно. Очень сложно. Ну, допустим, 10. Вот. 10 на 300. Просто пересылка обойдется в 1000 рублей. Потому что сейчас все дорожает. Вот. Вот такие приближенные цифры. Но если кто позвонит, она будет приятно удивлена. И удивлена. Именно удивлена. 10 на 300. 3 тысячи. Тысячу на пересылку 4. Вот. А дальше у вас есть напрямую. Вот. Но. Я рекомендую никогда. Деньги заранее не брать. До осени еще 2 месяца. 2-3 месяца. Вот там другое дело. Может кто приедет в гости. Вместе с собаками. У ситка. Поможет же ей же выкопать. Вот такие друзья. Вот так выглядел первый фильм. Все. До свидания. Как видите. Никакой рекламы не было. Просто пожелание. Чтобы. У вас случилось такое же самое. Такое же самое. Лучше лучше. Когда ваши сыновья. Савельцы. Которые продает Юля. Это дети Маджурца. Дети. А дети Маджурца. Имеют второго папу. Вот. Я вам потом покажу. У меня уже. Самый крупный плодик. Уже видно Маджурца. Протянут до 40-50 грамм. Вот. Идет. Окультуривание. Вот. Ну. А дальше. А дальше. В понеделье будет вебинар. И вы узнаете много. Много. Много интересного. До свидания. Друзья.